МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова третий. Хоккейный клуб Гомель закончил выступление в этом национальном чемпионате. Сезон был сложный, неоднозначный, но гомельчане не позволили себе снизить прошлогоднюю планку. Сравняв счет в полуфинальной серии с «Шахтером», Гомель подарил своим болельщикам надежду. Пятый матч в Солигорске рыси обидно проиграли, не забив ни одной шайбы. Ставка делалась на домашнюю встречу. Обидное поражение на выезде будто подгоняло рыси, но и немного затуманивало голову. Излишняя резвость, неоднозначные решения арбитров и вот вам пара ненужных удалений. «Шахтер» в этом плане тоже не стеснялся, но рыси упорно отказывались реализовывать преимущества. «Я недоволен атакой, недоволен, как мы играем под воротами. Очень недоволен, как с вами говорили об этом. Многих хокисов я ждал большего, если честно сказать, что вести за собой надо было. Но то, что команда проявила бойцовский характер, это тут нет, нет. Мы в эту сферу вступили, я тоже не оправдываю, мы немножко вступили с этим гриппом. У нас, я же говорю, защитников набрать не можем, травмы. Мы выходили с температурой по 7-8 человек, по 38, поэтому так состояние такое было. Но это еще раз повторяю, что не оправдывались. Самое отрадное было, что они хотели, выходили, несмотря на это, что больные были. Я же говорю, я сам еще не могу, сел и все пройти. Подножка Павла Мусьенко под конец первой трети больно аукнулась во втором периоде, который рыси начинали в меньшинстве. Артему Димкову понадобилась 21 секунда, чтобы открыть счет в матче. А потом Гомель буквально погряз в удалениях. Что-то сверхопасное усмотрели судьи в поднятой клюшке Андрея Башко. Хватило на 4 минуты штрафа. И не успел тот выйти на лед, как Николай Сусло подарил коллегам больше минуты в составе 3 на 5. И гомельчане стойко и мужественно перенесли потери. Но только-только закончилось это наказание, как гости забили снова. Наверное, в тот момент и пришло осознание полного поражения в серии. Соперник был ранен, соперник хотел реабилитироваться. Поэтому два периода практически ничего не позволило сделать нам впереди. За два периода мы нанесли в створ ворот 7 или 8 бросков всего. И я так думаю, что вратарь, видимо, был к ним не готов, потому что залетели два броска, когда он холодный. Они имеют место быть, да, галы? В третьем периоде в руки себя окончательно взял шахтер. Грамотная и правильная схема соперника не позволила хозяевам льда создать более или менее внятные моменты. На том и порешили 0-2. Ну, также я хочу поблагодарить своих хоккеистов, то, что могли. Команда билась до последнего. Мы даже сегодня вышли, мы верили в победу, хотели выиграть. Но, к сожалению, не получилось. Да, преимущество было, как Ильинич сказал, в атаке. Но такого последнего броска, к сожалению, в завершающей стадии не было. 4-2 в пользу шахтера таков итоговый счет в полуфинальной серии. В ней рысь и сражались, как могли. На высоте была и поддержка трибун. На стадии плей-офф болельщики выложились по полной. Билеты разметали, как горячие пирожки. От кричалок закладывало уши. В перерывах на льду ждали конкурсы. А самое главное, трибуны гнали команду вперед. Хотел бы поблагодарить болельщиков. И наших, и гомельских. Их потрясающая атмосфера на абсолютно всех матчах серии. Очень приятно работать в такой обстановке. Я думаю, игрокам приятно играть. Трибуны гонят хоккеистов одной и второй команды вперед. Поэтому им огромное спасибо за поддержку. Было очень приятно видеть, когда болельщики пришли, спрашивали Билетика. И они верили в команду. Это, конечно, очень здорово. И здорово, что, ну, немножко мы, наверное, про этот... Они проснулись, наверное, поверили в команду. Есть, конечно, на чем команде на следующий сезон расти, в каком направлении двигаться, надо сделать анализ. Ну, хочу всех поблагодарить здесь. Спасибо большое. Шахтер уже вовсю готовится к главному сражению финальной серии против Минской юности. На гомель пока анализирует и подводит итоги. Бронза, как и годом ранее. Не хуже, но который сезон и не лучше. Футбольный клуб «Гомель» заключил новый контракт с нападающим Алексеем Теслюком. Соглашение рассчитано до конца 2017 года. В минувшем сезоне Теслюк провел 25 матчей за «Гомель» в чемпионате страны. Забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. «Зелено-белые» продолжают подготовку к грядущему сезону. В минувшую субботу гомельчане провели товарищеский матч с «Химиком» из Светлогорска. Игра проходила в «Гомеле» на стадионе с «Дюшор-8». Алексей Теслюк присутствовал на матче, однако в роли зрителя. На старте хозяева имели игровое преимущество, но воплотить его в гол смогли только по истечению получаса игры. После розыгрыша у главого отличился Александр Янченко. Спустя пять минут Павел Ситко счет удвоил. Окончательную точку в матче поставил Дмитрий Гамза на 79-й минуте. Победа «Гомеля» 3-0. Следующий товарищеский матч «Зелено-белые» проведут также дома в ближайшую среду против «Орши». В этот же день еще один представитель областного центра «Гомельжилдор Транс» на выезде играл с Могилевским Днепром. Игра завершилась в ничью 2-2. В составе «Гомельчан» отличились Николай Загвоздин и Денис Галенко. На этом футбольную тему не закрываем. В «Гомеле» разыграли кубок агрокомбината «Южный» среди юношей 2007 года рождения. В течение трех дней за победу сражались 8 команд. Соревнования носили статус международных. В числе участников были российская и украинская команды. В «Гомель» на соревнования по футболу приехали российская юность из Селятина, а также киевский «Арсенал». Наш регион представляли «Гомельский агрокомбинат «Южный», «Заряд», «ДСК», «Звезда» и «Метеор», а также «Речицкий Дю США-2». Организатором турнира выступил агрокомбинат «Южный». Футбольные баталии проходили в крытом зале с «Дюшор» номер 8. Мы проводим этот турнир уже не первый раз, уже четвертый раз у нас турнир проходит. Раньше мы его проводили зимой, но сейчас уже перенесли на более весеннее время, чтобы детям на каникулы, как говорится, была практика игровая. Соревнования по футболу стартовали в пятницу и проходили на протяжении трех дней. Первое место заняли мальчишки из команды «Агрокомбинат «Южный». В финале со счетом 4-2 они обыграли еще одну гомельскую команду «Звезду». Бронзовые награды завоевали футболисты из «Речицкой Дю США-2». Юные речицкие футболисты в борьбе за третье место разгромили гостей из Киева. Итоговый счет матча «Дю США-2» «Арсенал» 5-0. Стоит отметить, что киевские мальчишки были на год младше остальных, однако это не первые международные соревнования, в которых они принимают участие. Объездили много турниров, но международный турнир – это у нас второй. Первый турнир у нас был в пять с половиной лет, мы в Венгрию поехали. А это второй международный турнир, мы представляем уже не только город Киев, но и Украину. Для них это ответственно очень сильно, очень сильно этих деток закаляют. В воскресенье прошло награждение победителей. Кроме этого, почетные грамоты и сладкие призы получила команда «Киевский арсенал». За четвертое место «Гомельская заря» за пятое, на «Российская юность» за шестое, ДСК за седьмое место и замкнули список участников-воспитанники «Гомельского метеора». В ближайшие дни сборная Беларуси отправится в Польшу, где пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, среди спортсменов с нарушениями слуха. В составе национальной команды – гомельчанин Роман Гралько. Накануне отъезда в областном центре Олимпийского резерва по легкой атлетике состоялась встреча со спортсменом. На континентальный чемпионат также должна была отправиться и сестра Романа Маргарита, но у нее случился рецидив старой травмы. Роман выступает в трех дисциплинах – прыжках в высоту, длинном и в тройном прыжке. У него в активе уже есть награды чемпионатов Европы и Дефлимпийских игр. Сейчас Роман находится в оптимальной форме. На грядущем чемпионате он также будет бороться за медали. Однако главные надежды связаны с чемпионатом мира, который пройдет летом. С прицелом на это спортсмен и ведет подготовку вместе со своим тренером Владимиром Кацура. Готовится и форма, и функциональная подготовка у него на должном уровне. Думаю, надеемся, что успешно выступит на чемпионате Европы. Но по словам Кацура, основной упор будем готовиться к чемпионату мира, который будет проводиться летом в Болгарии. А это как бы предварительная подготовка. В начале апреля в Турции пройдет отборочный турнир для боксеров на летнюю Олимпиаду в Рио. Белорусы рассчитывают на этом старте пополнить лицензионную копилку. В эти дни в стайках проходит заключительный перед соревнованиями сбор национальной команды. Туда отправились четыре спортсмена из нашего региона. Максим Веслоух, Александр Калеев, Леонид Чернобаев и Владислав Смягликов. Между тем в Гомеле соревновались боксеры помладше. 2002-2003 годов рождения. Они сражались за награды первенства области. Заключительный соревновательный день открыли девушки. Анастасия Смирнова и Наталья Муравьева проводили матчевую встречу. Поединок долгим не получился. Преимущество Анастасии было налицо. И судьи прервали бой. Дальше на ринге развернулись поединки за золотые медали турнира. За боями внимательно следили тренеры сборной команды области. В июне состоится республиканская спартакиада среди школьников этого возраста. И по итогам первенства будет формироваться команда, которая представит наш регион на соревнованиях. А потому очевидно, что в Гомель приехали лучшие. Гомельчанин Александр Каревский, чемпион области. Однако к подготовке к этому турниру отнесся серьезно. Отобраться в сборную области – главная цель. Такой настрой принес успех. В финале весовой категории до 40 килограммов Александр особых проблем не испытал. Очень хорошо двигался, бил удары нормально. Все было отлично. Не травмировался, ничего, все нормально. Я очень долго готовился к этой области, чтобы выиграть и пойти дальше на следующий уровень. Однако победить, чтобы попасть в сборную, недостаточно. До спартакиада еще есть время. Впереди много стартов и сборов. Хорошую форму и работоспособность продемонстрировать придется еще не раз. Окончательный состав команды будет озвучен непосредственно перед республиканской спартакиадой. Мы пытаемся не упустить даже тех, которые проигрывают, но имеют правильное понимание в боксе. И все тренера, которые с области, то есть мы вызываем на учебно-тренировочный сбор, на матчевые встречи, на этих турнирах. Просматриваем и определяем сильнейших. Кто будет наиболее лучше готов к этому старту, тот и поедет. По итогам первенства первое место заняла команда «Речицы». На второй строке расположились боксеры из Мозыря. Замкнул тройку призеров в Светлогорск. Гомельчанин Даниил Харьков стал победителем международного теннисного турнира «Чемпионат развития» среди спортсменов в возрасте до 14 лет, который проходил в Турции. В тандеме с минчанином Михаилом Князевым Даниил одержал победу в парном разряде. В это время в Гомеле юные теннисисты этой же возрастной категории сражались за медали открытого турнира областного центра Олимпийского резерва по теннису «Кубок Полесья». В турнире приняли участие сильнейшие гомельские теннисисты, а также гости из Минска, Могилёва и Бобруйска. Две недели назад на кортах ЦОР проводились подобные соревнования, однако среди спортсменов в возрасте до 12 лет. Многие из участников того турнира решили попробовать свои силы и в соревнованиях для ребят постарше. Ребята, которые еще маленькие, им, конечно, как для спарринга, надо, чтобы спортсмены были сильнее в подготовке. Тогда, конечно, повышается их уровень профессиональный. В соревнованиях юношей первое место занял гомельчанин Евгений Косиков. Остальные ступени пьедестала почёта заняли также воспитанники центра Николай Баньков и Алексей Хомротов. Кстати, оба стали призёрами турнира и среди спортсменов до 12 лет. У девушек в призы попала одна гомельчанка, а Виктория Лазарева заняла второе место в одиночном разряде.